У соседних субъектов и проблемы схожие. В Байкальском регионе год за годом лес, который миновали пожары, старательно уничтожает человек. Особенно иронично ситуация выглядит в свете того, что почти вся законно заготовленная древесина отправляется в соседний Китай, где вырубки запрещены, а за поджоги полагается смертная казнь. Туда же отправляют результаты своего труда и черные лесоробы. В течение первого полугодия этого года в Забайкальском крае зарегистрировано 518 фактов незаконных рубок. Это почти в полтора раза больше, чем в прошлом году. Кроме этого, сотрудниками органов внутренних дел выявлено и возбуждено 57 уголовных дел по фактам незаконной перевезки и транспортировки древесины. В крае было выявлено 7 преступных групп численностью 63 человека, за которыми было выявлено около 200 фактов незаконных рубок. Ущерб краю в денежном эквиваленте составил почти 18 миллионов рублей. Ущерб экологический в разы серьезнее. Его не возместить даже конфискацией имущества или реальными сроками для преступников. Как спасать зеленое достояние региона в Забайкалье решают на самых разных уровнях. В общероссийском народном фронте уже более года действует центр мониторинга по вопросам охраны и защиты леса. В прошлом году была большая конференция в Иркутске, на котором были рассмотрены все проблемы, касающиеся в том числе проблем леса водоохранной зоны озера Байкал. И часть этих проблем, она уже решена в том числе и на федеральном уровне. На федеральный уровень Забайкальское отделение партии «Зеленые» пока не замахивается. Региональные власти сначала Константину Ильковскому, а теперь и Наталье Иждановой. Они предлагают создать госструктуру, которая бы управляла не только санитарными рубками леса 4 и 5 категорий, но и распоряжалась бы деньгами, полученными от переработки и продажи этой древесины. Разумеется, все под контролем министерств и лесслужбы. Перерабатывая лес, мы все-таки надеемся, что мы будем руководить этим предприятием. Кто предлагает, тот и реализует. Так ведь, поскольку автономное учреждение, весь доход будет идти на создание эко-этнопарка национальных культур. И весь этот доход будет поступать в бюджет Забайкальского края, который будет распределяться уже целенаправленно. И, как это называется, терминолог есть непосредственно на те проблемы, которые возникают с лесом. А пока в Забайкалье строят планы, в Иркутске начали с двух простых предложений, адресованных сразу президенту, и добились народного одобрения. Владимир Владимирович, 2017 год вы объявили годом экологии. Так сделайте так, чтобы ваши слова не расходились с делом. Мы, жители Иркутской области, просим вас вести десятилетний мораторий на вырубку леса и ограничение вывоза древесины на экспорт. Как ни странно, но инициативу Жаковой сегодня не обругал только ленивый. Одни обвиняют ее в пиаре по случаю грядущих выборов, другие в глупости, так как мораторий на абсолютно все рубки может даже навредить лесу. А третий в недопустимости ультиматума в президенту. Тем не менее, всего за два месяца ее общественному движению удалось объединить более 12 тысяч человек, готовых защищать российский лес от китайцев.